Эублефаров много не бывает. Знакомьтесь с еще одним эублефарчиком. Наверняка вы видели видео, где я клеил террариум 30х30. Если вы пропустили это видео, ссылочка в правом верхнем углу. Это мой первый опыт создания террариума. Клеил я его, потому что уже тогда знал, что совсем скоро у меня появится еще один гикончик. Стоит сказать, что на этом останавливаться не буду. Хочу сделать мини ферму или мини разводню с этими замечательными рептилиями. Поэтому этой теме будет посвящено еще множество видео. Первым был Оджи Хикари, а вот и он замечательный представитель морфы радар. С полностью красными глазами, эквивалент раптор по линии Белальбина. Но сегодня речь не о нем. Иублефары еще не так сильно распространены в нашей стране, но с каждым днем их популярность растет. К сожалению, до сих пор они далеко не в каждом городе есть, и иногда найти продавца иублефаров непросто. Однако в своем городе я нашел человека, который занимается разведением. Правда, на тот момент наличия иублефаров не было, и мне пришлось ждать, когда начнется сезон. В общем и целом, наступила весна, и вот оно, долгожданное сообщение. Гекконы начали вылупляться. На всякий случай, в описании под этим видео оставлю ссылку на группу ВКонтакте продавца. Девушку зовут Анастасия. Очень круто, что она с самого вылупления фотографировала и выкладывала моего будущего геккона. Сейчас еще рано определять пол, но инкубация была под самку, и, соответственно, имя она получила женское. Чем хорошо покупать животных у заводчиков, знаете? Они точно знают дату рождения или вылупления. Моя девочка родилась 21 марта 2021 года. В магазине такую информацию вам точно не дадут. И еще Анастасия показала родителей моей принцессы. Наверняка вам тоже интересно увидеть фотографии родителей и посмотреть первые дни жизни моей маленькой рептилии. Тогда вперед, двигаемся дальше. Как назовешь корабль, так он и поплывет. Не знаю, насколько эта фраза справедлива, но думаю доля правды в ней есть. Свою девочку я назвал Ленуча. Вообще, стоит сказать, что у меня никогда не было проблем с выбором клички. Еще до покупки животных я уже знаю, как буду их называть. Хотя некоторым сначала нужно увидеть питомца и только потом думать, как же назвать. Иногда блогеры даже просят помощи у своих подписчиков, устраивают голосование. Стоит сказать, что рептилии вообще, в принципе, на кличку не отвлекаются. Но, по крайней мере, я еще таких рептилий не встречал. Поэтому считаю, что им абсолютно не важно, как человек их назвал. Однако для нас, людей, это важно. Так проще взаимодействовать. Например, прошу сына покормить юблефаров. Даня, покорми того, что справа тараканами, а того, что слева сверчками. Или Даня, покорми отже тараканами, а Ленучи сверчками. Есть разница, не так ли? Мне нравится один итальянский сериал. Называется «Моя гениальная подруга». Одну из главных героинь звали Ленуча. Так я и назвал эту красотку. Сейчас на ваших экранах первые часы пребывания Ленучи в моем доме. Наверняка всем живым существам страшно, когда их отрывают от дома. Меняется обстановка, совсем другие звуки и запахи. Ленучи еще не знала, как я буду с ней обращаться. И наверняка думала, что я ее хочу съесть. Иногда я и сейчас ловлю себя на мысли, что Ленучи меня побаивается. Хотя, возможно, это у нее такой характер. В террариум я ее посадил вместе с пластиковым лотком, в котором транспортировал. Она долго не решалась делать первый шаг, а мы, затаив дыхание, наблюдали за ней. Приподняв голову, Ленучи осматривала все вокруг. Инстинкт. А вдруг рядом что-то представляет опасность. Осмотревшись еще несколько раз, настало время делать первый шаг. Шаг в свой новый дом. В свой террариум, который совсем скоро станет родным и любимым местом. Когда она полностью перебралась в террариум, я убрал переноску, а она стала изучать территорию. Нашла укрытие, влажную камеру, посмотрела, где у нее находится вода и кальций. Анастасия мне дала баночку с замороженным кормом. Мелкие сверчки. На первое время. В этот же вечер я дал ей сверчка и Ленучи с огромным аппетитом принялась его есть. Это хороший знак. Когда животные испытывают страх и стресс, они, как правило, отказываются от еды. Значит ли, Ленучи все понравилось, так прошло наше первое знакомство. Сейчас ровно месяц, как у меня появилась Ленучи. За это время она уже пару раз полиняла, но, как видите, свой взрослый окрас еще не приобрела. Рано. Ей пока только два месяца от роду. Вообще про Леньку сделаю отдельное видео. Предположительная морфа у Ленучи супер гипотанжерин кератейл. На русском языке это звучит смешно. Супер гипомандарин морковный хвост. По идее, когда Ленучи вырастет, возможно, возможно, она будет выглядеть вот так. Это, кстати говоря, фотография Ублефара, который получился от родителей Ленучи. Но это только предположение. Посмотрим, что в итоге получится. Вообще, в таком маленьком возрасте сложно наверняка сказать, какой точно получится морфы Ублефар. Аппетит у малышки отменный. Я еще не встречал отказа от еды, хватает кормовые объекты, молниеносно, резко, никогда не промахивается. А это значит, что она не страдает распространенным отклонением, которое называют энигмой. Посмотрите сами, как она кушает. А потом еще и облизывается. На это можно смотреть бесконечно, как на огонь и воду. Корм должен соответствовать размеру. Это золотое правило. Однако, когда я кормил Оджи Хикари, достаточно взрослую ящерицу, Ленучи с обидой смотрела на меня. Ведь ее рацион все это время был замороженных маленьких сверчков. А то она видит огромного мясистого таракана. Возможно, и Ублефара умеет гипнотизировать. Сам не знаю как. Так, в общем, дал ей таракашку. И не успел я поднести пинцет к террариуму, как Ленучи набросилась на него. Это было что-то невероятное. Естественно, он для нее слишком большой. Так делать нельзя. И я в любой момент был готов выточить этого таракана. Не сразу получилось его съесть. Ленучи достаточно долго ворочила его из стороны в сторону. Просто держала во рту. Но в итоге осилила его. И съела. После чего гордо залезла на свой домик, как на предистал почета. Свободное от работы время. А это практически весь день. Кроме тех моментов, когда я устраиваю ей фотосессию для инстаграма. Ленучи сидит, лежит, спит, пьет и снова лежит. В общем, распорядок дня у нее такой, что можно позавидовать. На ручках сидит неохотно. Но я не могу удержаться. И все равно каждый день мы с ней понемногу контактируем. Знаете, она очень ловкая, прыткая. Я бы даже сказал, бесстрашная. С легкостью может спрыгнуть с руки, не боясь высоты. Это на самом деле не очень хорошо. Постоянно нужно следить, когда она вне террариума. И однажды это привело к побегу. В один прекрасный день решил устроить очередную фотосессию. На этот раз с тюльпанами. Фотографировал на письменном столе. Тюльпаны горели огнем. И фотографии должны были быть отменными. Но и у блефары не поседы. И для того, чтобы получить хороший кадр, нужно ловить момент. Чтоб камера сфокусировалась. Была красивая стойка и так далее. В общем, сделав пару неудачных кадров, малышка дала дёру. Да так быстро, что я не успел её поймать. В общем, побег ей удался. Конечно, я двигал мебель, искал её. Был ужасно расстроен. Перерыл весь интернет в поисках толкового совета. Что там только не рекомендуют. На второй день поисков у меня опустились руки. В доме ещё живёт кошка. Слух кошек несколько отличается от нашего. От малейшего шороха её ушки поворачиваются в ту сторону, откуда идёт шум. Были мысли о том, что она её съела, но капелька надежды оставалась. И вот на четвёртый день промелькнула голодная мордашка Ленучи из узкой щелки. Взяв пинцет сверчка, мне удалось её выманить и поймать. Ленучи явно это не понравилось. Она вцепилась мне в палец, но укусы у блефаров очень деликатные и щадящие. Кстати говоря, беглец был не настолько голодный, сколько хотел пить. Сразу после того, как Ленучи попала в террариум, я опрыснул влажную камеру. Она, естественно, в неё и полезла. На влажной камере остались капельки воды, и она с жадностью начала их слизывать. Надеюсь, Ленучи больше не будет так теряться. А я нервничать. Сейчас она живёт своей прекрасной жизнью, и всё у неё прекрасно. На этом видео подошло к концу. Всего доброго вам и вашим близким. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok